Привет, мои хорошие! Ну что, сегодня у меня первый день, идём знакомиться с моей работой. Короче, Света немножко собралась, а так... Правда, ребят, если честно, уже можно сказать, что... Ну, блин, опаздываю маленько. Маленько опаздываю, но мне сказали на час раньше можно, чтобы... Ну, мне там не сидеть, не ждать, чтобы сразу, знаете, ну я хотела как путёвая приехать вовремя, но у меня никогда, никогда не получается, вот если честно. Ладно, у нас, у нас дождина, дождина идёт. Вообще, а ехать мне чёрти куда? Ну, у меня... Я сегодня вся в горошек, короче, у меня даже зонт в горошек. Вот такие вот пироги, ну как всегда, показываю вам свой прикид, свой лук. Так, вот такая Света сегодня с вами. Вот так вот мы. По-удобненькому, знаете, в лёгкой обуви, чтобы бегать было прям легко сегодня, потому что там всё-таки я, как сказать, на объект иду, и буду знакомиться с объектом полностью, всё там мне будет показывать. Короче, вот так вот я сегодня нарядилась. Ну что, мои хорошие, всё, поехали? Поехали! Всё, короче, поехали. Что я вам хочу сказать? Значит, пока мы будем ехать, я, наверное, всё-таки съёмку делать не буду, потому что раннее утро, маршрутки сейчас будут, наверное, переполнены, съёмку уж мы делать не будем, маршрутки, чтобы я вот так не стояла там с этим. Это уж когда, знаете, посвободнее и не так много народу, то ладно, а сейчас... Ну, а там уже всё по нарастающей, всё я вам покажу, всё, пошлите. Ребят, ну что, хочу вам сказать, я уже на работе, вот здесь вот я буду работать, сейчас я вас познакомлю. Кстати, у меня такая прекрасная сменщица, хочу вас с ней тоже познакомить, звать её Анечка. И благодаря вот девчонкам, вот, кстати, я вам хочу, хочу сказать, всё-таки женские отношения, ну, вот, не дружба, мы даже не можем назвать, что у нас там дружба какая-то, у нас просто мы знакомые. И настолько вот мы всё-таки поддерживаем друг друга. Сейчас я вас познакомлю с Анечкой. Вот Анечка. Ну, можешь привет передать моим подписчикам. Передаю привет подписчикам Светланы. Теперь это мой сотрудник. Да. И мой сотрудник, а мой сменщик. Да, да, да. Которому я очень рада, что у нас появится ещё один выходной. Так что будем работать. Да. Будем смотреть. Ну, короче, будем работать и будем смотреть. Вот сейчас я вам вот так вот вокруг хочу показать. Вот такая вот у нас бендежка. Смотрите, здесь и телевизор, и даже есть этот вентилятор. И, смотрите, и печка есть. Ой, ну всё. И холодильник. Ну, посмотрите. И тёплый пол. Да, и тёплый пол. И, короче, вообще вон включается тёплый пол. А ночью, Аня говорит, настолько здесь красиво, ребят. Здесь, говорит, идёт полив. А вообще всё горит. А ночью, ребят, настолько, говорит, она здесь так красиво. Всё, говорит, здесь так горит. Всё сверкает. Ну, короче. Такое, знаете, это... Как вам сказать? Вообще, это частное такое... Охраняем мы сидим здесь. Частные дома. Можно так сказать. И весь транспорт, который проходит через нас, мы за этим строго блюдим. Так что вот так вот. Ну, я, короче, очень рада, ребят. Очень рада. И мне очень сильно нравится. Очень. Я вот как только пришла, я сразу поняла. Ну, прям вот моё место. Прям моё место. Прям я здесь. Ну, буду учиться. Не так всё просто, как кажется, между прочим. Здесь, знаете, тоже надо не профукать. Не просто так сел и будешь сидеть. Здесь вон... Я посмотрела, как Аня выбегает. Машина есть какая-то... Да, если машина какая-то, представьте, ну, номер незнакомый, и здесь заявление не написал, да, и хочет проехать. Она прям выбегает, останавливает, стоять, всё. И он никуда уже не едет. Возвращается назад. Ну, представьте. Так что вот так вот. Ну, всё, Анечка. Можешь помахать. Так что я думаю, что... Ну, это первый раз только. И я думаю, что придёт время, и, может быть, мы с Аней ещё не раз покажемся в эфире. У нас. Так что всему своё время. Для первого раза этого достаточно. Но мы ещё с вами увидимся. Сейчас мы... Я вам ещё с улицы всё покажу. Так, ребят, сейчас я вам покажу. Вот она она. Видите? Там Анечка сидит. Вот такой вот посёлок, короче. Вот такой посёлок. Так, не знаю, видите вы здесь, не видите. Ой, ну здесь красиво, я вам хочу сказать. Триндец. Видите, вон там такие домики. Вообще обалденно просто. Представьте, я здесь летом буду... И солнышко стало. Так, ну здесь я, наверное, пройду. Так. Ой, ну грязно. После... Первый раз сейчас буду уезжать, не знаю. Вот здесь, наверное, остановка всё-таки. Так, сейчас я вам ещё раз вот так вот покажу. Свой посёлок. Грин парк. Видите? Ну, тоже езжем. Продолжение следует... Остановка 148 микрорайон. Следующая остановка проспект Карла Маркса. Ну все, мои хорошие, я уже дома. Сегодня мы с вами побывали у меня в гостях на работе. Так что вот там я буду работать. Ребят, мне очень понравилось, правда, от всей души. Настолько я прям вот закипелась этой работой. Вот мне прям так интересно это все. Аня еще, знаете, она, ну, я же училась, обучаться приходила, как это надо делать. То, что там много записывать надо, там следить, значит, чтобы никто не прополз, не пролез. Но мне так понравилось, как она из этой, ну, из этой будки, ну, не будка, как она, будка, да, скажем так. А как ее еще, как назвать ее еще, сторожка, я не знаю. Но, ну, короче, вот из будки, будка, маленькая будка, как она из нее так вот выпегает, стоять машина там. И все, там они останавливаются, показывают там все свои документы, там все. Ну, короче, ребят, мне очень понравилось, а я рада, что я тоже буду при деле хоть при каком-то, понимаешь. И это, конечно, здорово. Ой, как всегда с нами. Взяла сегодня другой кофе. Немножечко взяла такой, видите, у меня всегда был светлый отжим, а сейчас вот такой темный взяла. Ну, вот попробовать. Ой, а вчера, ребята, я тоже делала такой вот пирог. Сейчас вам покажу. Вчера делала пирог. Вот он у меня стоит, видите. Вечером что-то так, меня вот так вот, знаете, перед работой. Да, хотела, думаю, с собой что ли взять, а потом зашла в магазинчик там. Ну, еще, думаю, еще девчонки поедят мои, стряпни. Так что еще будем же работать, что все равно будем вот так вот видеться. Короче, так что вот так, мои хорошие. Вот сегодня пятница прошла. И в следующий раз мы с вами, запомните, мы едем 16-го. 16-го в следующий раз едем. Это мы с вами будем смотреть ночное время. Я вот сейчас посмотрела, как это дневное время. Значит, вот до обеда я там побыла. Мы посмотрели. Видите? Деловой. Закапывает свою еду. Видишь, какой деловой? Это. Посмотрели. Сейчас вам покажу. Еду закапывает. Еда-то хорошая у него. Не так себе. Никита, знаете, как строго следил. Вот, видите? Такая нормальная еда. Там, ну, все, что необходимо для кота, в принципе, все это, ему все там есть. И что хотела сказать. Вот дневное время я посмотрела, да? Вот как это все делается днем. Надо быть прям аккуратным. И потом вот посмотрю в ночное время. Ну, в вечернее. Не в ночное, в само, а в вечернее. Она говорит, ну, в ночное здесь. Это поселок, понимаете? Это поселок для, ну, состоятельных, скажем, людей, да? Которые там у нас. У нас вообще очень сильно в городе, кстати, я вам хочу сказать. У нас очень дорогие. Дорогая жилплощадь. Очень. У нас дорого вообще. На самом-то деле, в принципе, стоит дорого. Вот, понимаете? И я вот даже вот с Раиской разговариваю. Вот она мне показывает. Ну, присылает. Я же все хотела переезжать отсюда. И вот она мне присылает, знаете, вот сколько у них там жилье стоит. И, ну, я настолько шокирована. Вот настолько. Там такой доминок классный вообще. Вот просто. Не, ну, понятно, что даже у нас здесь, ну, там 10 минут до Челябинска. Вот, где Раиска живет, да? 10 минут до Челябинска. Понятно, что у нас здесь тоже Агаповка есть. Но вы знаете, там баснословные тоже цены. Вот, правда. Там тоже цены немаленькие. Вот рядом с городом, но цены немаленькие. Понимаете? И вот она мне показывает, вы знаете, двухэтажный. Двухэтажная квартира. Столько, ну, столько площади. Я не буду врать вот сейчас вот вам. Ну, блин, там столько площади за миллион триста. Ребят, я живу вот в квартире в однокомнатной. По такой же цене и то полтора миллиона. Вот эта вот квартира. Представьте, насколько разница. А там два этажа. Ну, короче, я говорю, я вот стану великим блогером. А я стану великим блогером. Да, милые мои, да? Только благодаря вам, мои хорошие. Благодаря то, что вы меня смотрите. И то, что я вам хоть как-то приглянулась. Я стану великим блогером. И когда я уже буду знать, что не включат монетизацию, там то и сё. И, короче, я, наверное, уеду. И буду там просто жить и снимать вам, показывать просторы. Просторы нашего Урала. Так что вот так. Ну, хотя, вы знаете, я настолько такая патриотичная, блин. Я патриотка вот каждому своему месту. Вы знаете, как говорится, где родился, там изгодился. И так у нас гора сейчас расстраивается. Такой красавец становится. Вообще невозможно просто. Я вот, ну, помню тогда, да, и вот сейчас. Ну, блин, прям вообще. Красавчик. Красавчик. Вот невозможно просто. Так что вот так, мои хорошие. Познакомила вас с Аней. Ну, спрашиваю у неё, говорю, будешь ещё в кадр? Она говорит, конечно. А что, запросто. Так что, ребят, скоро вот так вот ещё присядем. Да как поговорим, пообщаемся. Анька, она такая, ну, сама по себе, кстати, у неё тоже в ТикТоке есть своя страничка. Весёлая вообще. Вот она настолько, ну, блин. Мне нравится, вот есть, у неё есть ещё подружка. Я не буду уж так утрировать, рассказывать. И вот они когда вместе соберутся, но это невозможно просто. Это настолько вот хочется слушать и слушать. Они такие сами по себе весёлые, но вообще классные. Так что, вот такие пироги, мои хорошие. Ну, я думаю, что вам тоже понравилось. Так что пишите свои комментарии, я буду с удовольствием читать. Потому что я прям на все сто уверена, что вам тоже понравилась моя работа. Да? Так что вот так. Ну, что, кофеёк пьём? А, попробуем давайте с вами мой пирог. Ну, я его вчера пробовала. Знаете, как называется? Двенадцать ложек. Пирог, ну, как-нибудь я с вами сделал. Мне очень понравился, как он поднялся. Вот понимаете? Вот девочки, хозяйки, меня поймут сейчас. Видите, как он поднялся? Цветом таким. Я вам скажу, почему я сделала таким цветом. Он на самом деле должен быть белый. Но мне Никитка, он всё у меня с молока хочет убрать, чтобы я молоко не пила. Что, говорит, лактоза, ну, тебе это не нужно абсолютно. Ну, такой парень. А вот он мне купил вот такое. Оно без лактозы. Короче, растительного сырья на рисовой основе. Но мне не подошло. Представьте, мне не подошло. Вот, видать, из-за гастрита он мне не подошёл. Я хотела просто чисто в молоко. Ой, вернее, в кофе. Мне обязательно надо в кофе добавить, понимаете? Может быть, я приобрету... Ну, я сладкий не пью. Я вообще ни чай не пью сладкий. Не люблю кофе. А мне надо вот... А чисто чёрный я кофе не могу. Вот понимаете? Ну, нет, не могу и всё. Мне надо, чтобы... Вот он был забелён. И не подошло. Я думаю, ну что, ну стоять будет. Никитка тоже не пьёт. Давай, думаю, вместо... А там, короче, идёт 12 ложек. Он так и называется. 12 ложек. Вот, значит, 12 ложек муки. 12 ложек молока. 12 ложек сахара. 12... Ложек молока. Вот я вот такого взяла, положила. И вот такой цвет получился. А вот если вот так, знаете, на бисквит... Я вот так вот подумала. Он так хорошо поднялся. Я думаю, если вот так на бисквитик... Да сделать хорошенький... Скажите мне, кремчик. Да за милую душу, я тебе говорю. Да за милую душу он заскочит и где надо выскочить. Господи. Довольная такая, правда, мне так... Я вот когда... Вот знаете, когда есть настроение, оно прям вообще... Вот прям выше крыши. Кто-то спрашивал у меня, где твой кругаль? Вот он. Куда он денется у меня? Вот на месте. Никуда не делся. Если раньше я просто... Если он мне пишет, я давно к тебе там не заходил, там всё где там... Ну вот с такого я раньше пила. Вот он тоже никуда не делся. Вот с такого. Деловая такая, знаете, кофе пила. Два глоточка. Ой, не могу. Ну, короче, ладно, мои хорошие. Всё, на этом я заканчиваю. Немножко вам город там показала. Чуть-чуть. Прям капельку маленько там поснимала. Так что всё, давайте, мои хорошие. До встречи. Сегодня у нас пятница. Завтра прямой эфир. Я вас всех жду. Завтра прямой эфир. Всё. Пока-пока.